Альфред Кох Друзья, всех приветствую. С нами сегодня Альфред Кох. Будем говорить о том, что происходит в мире, в Украине, событий. И таких достаточно тревожных событий очень много. Поэтому я думаю, что Альфред сегодня выступит нашим. Он не любит это слово, но все-таки нашим экспертам. Здравствуйте. Да, я знаю, это ваше любимое слово. Поэтому я вас опередила. Здравствуйте. Ну, начну с событий, потому что очень много обсуждают договор, который подписали Шойгу и наш министр Кубраков о вывозе зерна, о коридорах для этого. И, казалось бы, ну вот договорились. Уже на Одесский порт летели ракеты. Ну вот, что это значит? Люди больные на голову, что ли? Вот я не пойму, почему? Вы мне сразу задаете вопрос. Расчетте на то, что я могу вам дать экспертное мнение на этот счет. А я не могу вам дать экспертное мнение на этот счет. Во-первых, потому что я не читал этого договора. Его, собственно, никто не читал. И о чем договорились, мы знаем лишь со слов, правда? И входит ли там запрет на обстрелы портов или не входит в этот договор запрет на обстрелы портов. Более того, мы даже не знаем, одинаковые ли документы подписали со стороны Украины и со стороны России. Там же было два договора. Не было же договора между Украиной и Россией. Был договор между Украиной и ООН и Турцией с одной стороны. И договор между Россией и ООН и Турцией с другой стороны. И мы даже не уверены, что эти документы одинаковы. Ну, мы можем судить, потому что лежит на поверхности. Но на поверхности лежит то, что американцы сняли санкции по сельхозпродукции с России для того, чтобы произошел этот проект. Вот, там удобрения и все остальное. Ну, верно, что они вещи, так сказать, так вот напрямую связаны. Ну, а вы думаете, нет? Я думаю, что они сняли, так сказать, санкции из более общих соображений, чтобы третий мир получил русскую пшеницу и русские удобрения. В том числе и для того, чтобы разблокировать поставки украинского зерна на мировой рынок. Но в первую очередь, конечно, для того, чтобы спасти Африку от голодной смерти. Ну, и вчерашний же договор тоже нацелен на то же. То есть это в рамках каких-то... Кажется, что мотивация американцев по поводу снятия санкций, по поводу удобрения зерна с русских, она имеет более широкий контекст, чем просто узко вот этот договор. Не, а вот вопрос такого философского и практичного одновременного характера. Вот все эти, там, я не знаю, извините, надели санкции, сняли санкции, ввели, там, вот как с Литвой, да, Литва вот сейчас разблокировала железнодорожные перевозки. Не дает ли это Путину, как человеку очень такого, знаете, бандитского этого склада, блатного, да, когда он чувствует слабость какую-то и колебания какие-то, не дает ли ему повод дальше давить во всех отношениях и в санкционных тоже, вот на мировую общественность, на ту же Германию, например? Да, у меня, в общем-то, не особо, у меня, собственно, реакция Путина не особо интересует. Ну, там, дает ему повод, не дает ли он, подтягивает Пути, скрепляет ли он или топает ножкой. Мне абсолютно безразлично. Я на любую меру смотрю с точки зрения собственной выгоды, да, и если, там, Западу и Украине, и Европе какой-то шаг выгоден, он делается, а если он не выгоден, то он не делается. Если, так сказать, этот шаг выгоден человечеству, и при этом Путин что-то там себе, так сказать, считает на этот счет, ну, что же, его не предпринимать только лишь потому, что Путин будет считать это своей победой, что за глупости. Поэтому мне кажется, что в меньшей степени нужно думать о том, как на это прореагирует Путин, а нужно смотреть на свою выгоду и поступать так, как тебе выгодно. Альфред, я поджидала вас несколько недель с этим интервью, да, и там много писали вам, что просили об этом интервью, прежде всего, потому что вы из первых рук можете рассказать, что происходит в Германии. Очень много публикаций о том, что Германия якобы паникует, что цены на горючее стали выше, цены на электроэнергии стали выше, что нас ждет холодная зима, что будем лучи натопить и как же будет. Вы знаете, я же не бегаю по улицам, не спрашиваю немцев, а вы паникуете? Ну, вы чувствуете температуру? Я это паники не чувствую. Я был, так сказать, третьего дня в Мюнхене, гулял по улицам, люди, так сказать, едят сосиски, пьют пиво, гуляют по городу, наслаждаются погожим летним днем. И у нас в деревне тоже все в порядке, коровки пасутся, колокольчики звенят, трактора ездят, церкви работают, никакой, так сказать, паники я не вижу. Да, люди понимают, что там, условно говоря, литр бензина 2 евро, это ненормально, это дорого, что инфляция большая, что вклады, так сказать, уменьшаются, что почти 8% инфляции, это много. И что с этим надо что-то делать, что зима будет непростая, что цены на газ будут расти. Кстати, Бавария это в меньшей степени касается, особенно, так сказать, сельской местности, потому что здесь люди в основном топят мазутом или углем. Газы здесь в меньшей степени используются. Потом очень много используется всевозможных альтернативной энергетики, там тепловые насосы, солнечные панели и так далее. Это вот уже достаточно серьезно распространилось. На каждом доме фактически есть эти панели, у каждого там тепловые насосы стоят, которые там качают из земли это тепло. Поэтому нет, ну, слушайте, немцы люди, которые, в общем, дисциплинированные, и когда им толково все объяснят и говорят о том, что нужно потерпеть, то они на это очень спокойно реагируют, они умеют и любят экономить, скажем так. То есть можно быть спокойным за перспективы, да? То есть сказать, что наибольшей степени от газа зависят все-таки восточные земли, которые традиционно потребляли русский газ еще со времен ГДР. И там вся система, инфраструктура, отопление, она подлажена под русский газ. Вот, но там никогда не прекращались, никогда не демонтировались еще и даже угольные печки. Вот, поэтому очень многие дома в Восточной Германии легко могут перейти на угольное отопление, на дровяное отопление, на отопление отопленными брикетами. И это выглядит смешно и так далее, но это правда. И я вот могу вам сказать, что я знаю много домов и в Саксонии, и вокруг Берлина, которые как бы имеют два контура отопления. Газ, а если газ дорогой, то люди переходят на топливные брикеты, на уголь, на дрова. И прекрасно себя чувствуют, и даже многим очень нравится. Топить камины, печки и так далее. Тем более, что нужно понимать, что вот та часть Германии, которая зависит от русского газа, там достаточно мягкий климат. Это у нас в Баварии, там снег в горах может быть, там по два метра высотой с угробой. А вот там все, что, так сказать, там на севере, в районе Берлина, там такой достаточно мягкий климат. Там не бывает таких вот холодов совершенно диких, как в России. Германия очень осторожно, а почему я вот это экономическое такое предисловие сделала с вами легкое? Потому что очень осторожно правительство Германии относится по-прежнему к поставкам оружия. И там обещанные вот сейчас правительством Германии поставки оружия задерживаются, в том числе и зенитно-ракетные комплексы, да, и РИС эти. Ну вот. Ну вы знаете, я не специалист в этом вопросе, я вам ничего не могу сказать, я могу только выразить сожаление. И повторить то, что я всегда повторял, что немецкая бюрократия чрезвычайно медлительная штука, и заставить ее работать быстрее, чем она работает, выше человеческих сил. Я просто знаю огромное количество людей, которые с этим смирились, они пытались с этим бороться, но с этим ничего сделать невозможно. Они никуда никогда не торопятся и двигаются все очень медленно. То есть вы это никак не связываете там с... Нет. Это типичная работа немецкой государственной машины. Они... И ничто не может заставить немцев шевелиться. Ничто. Ну, у бюрократов я имею в виду. В бизнесе все, так сказать, намного более динамично. Но стоит тебе начать взаимодействовать с государством, как ты... Как в стенку упираешься. Оно очень медленное и неторопливое. Ну, это же традиционно, знаете, говорят о том, что непоколебимо себя ведут британцы и американцы, а вот европейцы, они иногда довольно странно высказываются. Например, Орбан буквально там вчера заявил, что Украина никогда не выиграет войну, потому что российская армия асимметричное превосходство имеет. Поэтому нужно европейское союз... Какое превосходство умеет? Асимметричное. Асимметричное. Да. И нужно садиться Европейскому Союзу и пересматривать всю вообще стратегию по войне в Украине, по отношению. Ну, в общем, все эти гнилые разговоры, мы как бы знаем их наизусть. А как Вьетнам у американцев выиграл? Что-что? Как Вьетнам у американцев выиграл? Асимметричное все эти... Ну, да. Вся логика, она должна была быть... А как Афганистан у русских выиграл? Ну, все объяснит в рамках этой вот своей теории про симметрию. Что там такое случилось? Ну, это... Ну, вопрос, знаете, в чем? Ну, есть же Европейский Союз. У него должна быть одна стратегия. У него, ну, по крайней мере, во внешний мир они должны выдавать какие-то одни и те же тезисы, да? Особенно в таких форс-мажорных обстоятельствах, как сейчас. Ну, Орбан считает, что он может иметь отдельную позицию. И вообще плевать он хотел на всех этих, так сказать, дядек из Евросоюза и прочее. Что ему дает такую уверенность? Ну, возможно, логика, с которой создавался Евросоюз, который не отнял у каждого из ее членов право проводить самостоятельную внешнюю политику. Иначе бы это было единое государство, а это не единое государство, это союз суверенного государства. Ведь вы помните, что когда уже лет 20 назад или 15 была знаменитая дискуссия между концепцией единого государства и концепцией союза государства. Победила концепция союза государства. Мы имеем Евросоюз, у которого у его членов достаточно большая, так сказать, свобода в проведении внешней политики. Да и внутренней в том числе. Хорошо это или плохо, я не берусь судить. Возможно, было бы лучше, если бы Европа была единым государством. Но то, как это теперь существует, это вот так работает. Вы знаете, что есть большие трения между Евросоюзом и Польшей, например, по внутренней политике. Есть и большие трения между Евросоюзом и Венгрией. Есть, кстати говоря, у нас в Германии большие разногласия с Евросоюзом, например, в налоговой политике. И есть, возможно, там достаточно спорное решение конституционного суда немецкого, который там в некоторых вопросах приоритет немецкого права над европейским сделает в области налогообложения. Поэтому это все довольно живой процесс. И говорить о том, что, так сказать, как может Орбан идти против Брюсселя, ну, так вот и можно. А как вы вообще оцениваете последние события? Смотрите, отставка Джонсона, там скандалы с Шольцем, с какими-то этими девочками на вечеринке, две попытки Драги уйти в отставку и так далее. Это, в принципе, все путем или это все-таки европейскую бюрократию немного штормит? Да нет, это вот, я уже давно живу в Европе. Это такой нормальный фон, это все время так будет. Вы просто раньше не обращали особо внимания, а теперь, поскольку значительно больше интегрированы в этот контекст, для вас это все вновь, но вы привыкнете, потому что вот так вот оно и будет все время. В Италии будет каждые полгода правительство уходить в отставку. Вот в Израиле будут проводиться выборы каждые полгода. В Англии внутренняя повестка всегда будет важнее внешней. Там разборки с Джонсоном по поводу его вечеринок затмят все его заслуги по помощи Украине. И так оно и будет, да. А в Германии, так сказать, за министрами будут следить, возят ли они своих детей в школу на служебном автомобиле, и нет. Если возят, то, так сказать, будут требовать их отставки. Так устроена западная жизнь. И это нужно принять как данность, и с этим ничего невозможно поделать. То есть никакого кризиса нету? Я его не вижу. Я, наоборот, вижу достаточно твердую позицию Европы в отношении поддержки Украины в той мере, в какой она вообще может быть твердой. И я бы на этот счет украинцам особенно не беспокоился. Во всяком случае, финансовая поддержка точно будет продолжаться, а это самое главное, потому что основной поток оружия идет все равно из Америки. Он, собственно, и в Европу уйдет из Америки в основном. Ну да, многие эксперты по оружию говорят о том, что последние годы, даже не последние годы, после окончания Холодной войны, Европа довольно сильно расслабилась по части производства оружия и производила не в таких количествах, как надо было бы производить для себя. Конечно, ну конечно. И потом вы поймите, что если брать, например, ту же самую Германию, она всегда последние, там, я не знаю, 70-80 лет развивалась в контексте «Не дай бог возродить немецкий милитаризм». «Не дай бог возродить немецкий милитаризм». И эта мантра, она так… Родовая травма. Ну, я не знаю, какая она родовая. Ну, после Второй войны мировой, ну как ну. Ну, после Второй войны, ну как ну. В Германии уже было тысячи с лишним лет. Нет, ну, я имею в виду, что это одна из таких вот, знаете, зарубок. Да, это такая бургия, да, что, типа, немецкий милитаризм – это ужас-ужас, и ни в коем случае нельзя допустить его возрождение и так далее, и так далее. Я как раз спокойно к этому отношусь, может быть, потому что я отношусь к той части немцев, которые не разделяют вину за Вторую мировую войну. Вот. В этом отношении советские немцы, к коим я отношусь, они как раз жертвы Второй мировой войны, а не акторы. Вот. Поэтому у нас нет этого комплекса. И в этом отношении мы, так сказать, достаточно трезво смотрим на плюсы и минусы германского милитаризма, да, потому что, так сказать, современная вся военная школа, она, в общем-то, из немецкой военной школы вырос. Из Мельтке, из Фридриха Великого, там, из Клаузевица и прочих-прочих, так сказать, военных мыслителей. Но, окей, это все равно мы составляем, так сказать, подавляющее меньшинство внутри немецкого народа, и поэтому наш голос не слышен, а голос коренных немцев, он такой, что, типа, не дай бог возродить немецкий милитаризм. Может быть, эта ситуация поменяется, может быть, она останется прежней, но на сегодняшний день такие страхи существуют, и поэтому рассчитывать на то, что Германия будет каким-то образом возрождать свою армию до размеров, там, контр-эксфера, я бы не стал. Хотя, конечно, так сказать, реформа Бундесвера, она необходима, безусловно. И она будет проводиться, конечно. Мы с вами давно не видели, за время был сделан ряд таких заявлений, ну, скажем, Медведев сказал, что если НАТО не признает Крым, то, конечно же, следует объявить войну НАТО. Лавров сказал, что теперь географические притязания, как он сказал, расширились, ну и прочее-прочее, все такое-прочее. Кто там собирается войну НАТО объявлять еще разъявить? Медведев. А-а-а. Да. Вот, поэтому, как вы считаете, вот этот внутренний, а профессор, по-моему, Калифорнийского университета, который изучает психопатические расстройства. Да-да, я читал. Считает, что он как раз неконтролируемый Путин психопат. Вот неконтролируемый психопат в окружении таких светлых людей, как там Лавров, Медведев, Патрушев. Вот есть эта опасность, да, что они действительно хотят изматывать, продолжать там и Европу, и Украину, окапываться, продолжать, разрушать все ракетными обстрелами, пока, собственно говоря, вот они не добьются чего хотели. Наташа, вот я бы предложил вам и всем вашим слушателям не мучить себя вот такого рода бессмысленными и бесплодными рассуждениями относительно того, что там на уме у Путина, что там на уме Лаврова. А как вот там они психопаты, какого там у него, так сказать, какой степень контролируемости, это его психопатия, так сказать, и насколько далеко зашел алкоголизм Медведева, и есть ли он вообще в наличии, понимаете. Мне кажется, что это абсолютно безмысленно. Воспринимайте это все как черный ящик. Есть некий, так сказать, враг, есть опасность. Вот эта опасность состоит в крылатых ракетах, пушках, танках, солдатах, которые вторглись на вашу землю. Ваша задача, так сказать, уничтожить и выкинуть врага со своей земли. Все, точка. Чем мотивироваются там люди, отправляющие своих солдат там воевать в Украину, какая разница? Эти солдаты уже здесь, они воюют. Ну вот что вот, так сказать, вот там бесконечно этой рефлексией интеллигентской заниматься относительно там мотивов и истоков Путина, когда там ему в детстве мама дверью яички прищемила, понимаете, и поэтому он обозлился на весь мир. Хер его знает, но вот меня это абсолютно не интересует. Вот эти вот все, вот понимаете, мы все стали жертвой этой современной страсти к психоанализу. Вот эти вот бесконечные... Ну нам, потому что нам кажется, что если мы поймем мотивы, мы поймем, как будет дальше. Пожжнее, понимаете? Ну сколько можно? Ну вот есть враг, ну какая разница, что у него на уме? Его надо победить, а если получится уничтожить, точка. Ну да может у него в голове там цветут незабудки, может он ни в чем не виноват, может он болен, его надо лечить. Какая разница, он убивает ваших детей. Вот к чему нам эти рассуждения, о чем мы рассуждаем? Ну давайте залезем в мозг Гитлеру, там я еще не знаю, или какому-нибудь Папуазу, который людей ест. Какая мне разница, почему он ест людей? Ест людей нельзя, точка. Ну согласна. Это здоровый немецкий взгляд на вещи. Я не понимаю, что мы все, так сказать, рассуждаем об этом бессмысленном, так сказать, какого-то... Достоевщина какая-то. Вот эти вот тома написаны, а вот он встал, он подумал, а у него в это время на уме было одно, потом другое, третье, десятое. Какая мы разница? Если мы сейчас залезем в психотип Путина и будем анализировать причину, почему он там стал такой, нам его жалко станет. Понимаете? Нам его станет жалко. Мы начнем входить в его положение. Мы не вряд ли. Да? Мы начнем входить в его положение. Понимаете? Да он в принципе не виноват, это среда заела, родители плохие. Ведь сейчас же, понимаете, вот как раньше, вот когда люди были проще и такие сложные, как сейчас, да? Вот они сталкивались с какими-то проблемами. Они говорили, надо эту проблему решить. Если я, так сказать, там толстый, я шел в спортзал и худел, да? А если я, так сказать, тонкий, я, так сказать, шел в спортзал и накачивал мышцы. Если у меня случались какие-то трудности, я там плохо учился, я брал учебник и учил. Если враг был ворот, его надо убить. Да, сейчас же у нас все так сложно. Если я толстый, я иду в психоаналитику, он говорит, полюби себя таким, какой ты есть. Оставайся толстым. Всегда найдется человек, которому такой, как ты нужен. И так далее. И вот этот толстый ходит. А если ему говорят, что ты толстый, он начинает обижаться, потащить тебя в суд, потому что я вот так вижу. Понимаете? Люди становятся очень... Они настолько входят в положение других, в положение себя, что уже стирается грань между добром и злом. Потому что все становится добро. Потому что у всех есть свои резоны. Вот давайте послушаем Путина. Если его два часа послушать, то мы придем к воду, что... А действительно, ведь вот когда-то там... Ну, они, конечно, на бумаге не писали, но все равно ртом сказали, что на расширение НАТО, скорее всего, не будет. Ты ведь обманули, а он надеялся, а он здесь видит угрозу. А как украинцы не убедили, что Путин здесь видит угрозу? А надо было пойти ему навстречу? Ну, зачем это все вот эту вот ахинею слушать? Людей убивать нельзя, детей убивать нельзя, воевать, нападать на чужую страну нельзя. Вот договор, здесь стоит твоя подпись, ты признал эти границы, иди к черту. Хорошо, задам практичный вопрос. Смотрите, на сегодняшний день мы там видим абсолютно, там, как будет на русском зруйнована, уничтоженную систему безопасности мировой. Мы видим, что ООН вообще, которая должна была из СОВГЕЗа исключить Россию, прям сначала широкомасштабно... Ну, что она этого сделать? Ну, устав не позволяет исключить постоянного члена СОВГЕЗа. Ну, что мы сотрясаем в воздух? Вот эти вот бессмысленные разговоры, это вот чисто вот украинская история. Да, мы не знаем, что нельзя, но нам же так очень хочется, давайте, что можно. Ну, там же в уставе написано СССР, а не Россия. Что? Там же в уставе написано СССР, а не Россия. Ну, признали ее правоприемникам, признали. Ну, что тут говорить? Ну, парш невозможно провернуть назад. За это Россия взяла весь долг СССР на себе. Ну, мы же уже это все сто раз проходили. Ну, тогда бы взяли свою часть долга и развыплатили. Хорошо, вопрос тогда в другом. Мы наоборот радовались, потирали ручки, говорили, ой, замечательно, Ельцин все взял на себя, а нам не надо ничего платить. Как же тогда в мире, где у стран, таких как Россия, Иран, какой-нибудь Пакистан, который не признает этого, есть атомное оружие, а у ряда стран его нет. Ну, вот, например, у Украины его нет. Да. А у вас кто его отнял? Теперь каждый сумасшедший мудак может выйти с атомной бомбой и сказать, слушайте, а вот что, Россия... А для вас это новость? Нет, не новость. Что каждый сумасшедший мудак может выйти и сказать? Для вас это новость? Но ведь мы еще... Врачи об этом никогда не подозревали, что, оказывается, каждый сумасшедший мудак может выйти. Ну, раньше, там, я не знаю, 20 лет назад, мы считали, что у нас существует какая-то система безопасности. Теперь мы понимаем... Мы так считали, все так считали. Оказалось, что ее нет. Да, что никто не может быть гарантом, никто не будет гарантом. Теперь мы это поняли. Мы опять рисуем воздух. Мы что-то можем изменить в этой системе? Давайте придумаем новую систему. Давайте придумаем новую систему. Давайте мы прямо сейчас сядем и придумаем. Вы считаете, что это невозможно? Нет, конечно. Ее невозможно придумать. Для этого нужно согласие всех сторон. А этого согласия нет. Вот вы договорились с русскими по вывозу зерна, и что он на следующий день обстрелял порт. Ну, вот как с ним договариваться? Вот это вот то, о чем Запад никак понять не может. С ним разговаривать бесполезно. Бесполезно. Он либо не понимает, что он договорился, и нельзя ничего нарушать. Он просто, так сказать, клинический идиот. Это вряд ли. Либо он не контролирует ситуацию. У него, с одной стороны, не договариваются, а другие обстреливают. И это люди, которые никак между собой не договариваются. И не считают нужным с ним согласовывать свои действия. Не может быть это частью какой-то осмысленной стратегии. Понимаете? Одной рукой он подписывает договор, в соответствии с которым он предоставляет, как говорится, условно говоря, условия безопасности, для того, чтобы это зерно вывозить. А с другой стороны, обстреливает порт, из которого это зерно нужно вывозить. Понимаете? Это не может быть частью какой-то осмысленной стратегии. Это признаки того, что наличит сразу две противоречащие друг другу стратегии. Но они не могут, соответственно, исходить из одного центра. Потому что либо этот центр не работает, а это есть два центра, которые каждый по-своему видит развитие ситуации. А тот центр, который мы считали центром, на самом деле, это просто дача с стареющим, дедушкой, который уже ничего не контролирует, и которого, на самом деле, уже не очень все это волнует. Как я понимаю. Ну, как версия. Как версия, да. Как версия. Как вы видите, вот еще самое возможное, если вы видите, потому что мы же всегда, когда находимся внутри очень сложной для нас, очень болезненной ситуации, страшной ситуации, нам кажется, что эта ситуация, как бы, она занимает все пространство. Но, на самом деле, еще есть там горячие точки в мире, да, там есть Китай с Тайванью, есть еще там ряд. Вот вы, которые каким-то образом, да, все равно коррелируются с мировым... Вот вчера там шандарахнул там по Ирану, этот самый, Израиль. Да, там разбомбил какие-то их ракетами. Нет, он шандарахнул по Сирии, но по объектам принадлежащим Ирану. Да. Ну, то есть, потихоньку там дела идут, контора пишет. Какие процессы вы сейчас видите самыми опасными, кроме войны России с Украиной? Ой, вы знаете, вы напрасно считаете, что я такой вот визионер, типа Илона Маска, который там видит цивилизацию, как в одной картинке, понимаете? Ну, мы знаем, что вы не эксперт, но у вас есть вот ваше личное мнение обывателя? Не знаю. Мне кажется, что много есть разных опасных процессов, которые идут. Сейчас нас предупреждают, что будет опять очередная волна ковида. К осени, типа, ждите, появится новый штамп, который начнет косить всех подряд. Кстати говоря, это может случиться и на фронте в Украине. Что там солдатики заведут, когда их там быстрее, чем пулемет, будет ковид косить. Вот, не очень понятно. Да, действительно, в общем, достаточно плохо по негативному сценарию развивается ситуация с Тайванем. Тем более, что там эта бабушка Пелоси решила лететь на Тайвань и дразнить, как говорится, китайцев, что не самое время для этого. Объясните ей что-то вообще бессмысленно. Она же еще старше Байдена. Ей же 82, по-моему, или 83. Окей, оставим. В общем, это так же. Да, и да, вот, потом можно... Нападки на женщин теперь немодные, да? Вот. Не знаю я. Мне кажется, что ситуация была достаточно стабильная до ковидное время. А в ковид, когда вот эти все локдауны были проведены, и проведены были вот эти вот эмансированные эмиссии необеспеченных денег для покрытия всех расходов и поддержки экономики, то вот эта вот рецессия, которая нависла над мировой экономикой в результате ковида и усугубленная еще вот этими санкциями против России, она является очень серьезным вызовом. Потому что в первую голову, конечно, будут страдать люди, страны, которых развита экономика, которые в наибольшей степени интегрированы в мировую экономику. И это прежде всего Европа, Соединенные Штаты, отчасти, возможно, Китай, Юго-Восточная Азия. Вот. И это, конечно, серьезный вызов. Потому что преодолеть эту рецессию, которая, в общем, масштаба которой мы еще даже не подозреваем, будет непросто. Как далеко у нас может завести по этой дороге? Я думаю, что расчет Путина состоит в том, что эта рецессия, она в конечном итоге выплатает Запад сильнее, чем ее Россию. Хотя пока это выглядит иначе. И Россия страдает от санкций значительно сильнее, чем та же Европа или Германия. Поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, что главный вывод это вот эта вот глобальная рецессия, которая надвигается на... которая уже, собственно, началась, как я понимаю. А что может произойти при худшем развитии событий? Ну, долгая, так сказать, депрессия, как вот в 30-е годы там в Европе и в Соединенных Штатах. И, кстати говоря, выходом из этой рецессии была мировая война. Вот. Возможно, Украина, война с Украиной, с Россией и связанный с этим всплеск военных заказов, который стимулирует промышленный рост, вот он может быть той палочкой, выручалочкой, которая оживит экономику и, соответственно, вся эта меховик снова закрутится. Не знаю. Но для этого, так сказать, военно-промышленный комплекс европейский и американский должен надавить на свои власти, чтобы те активизировали заказы. Потому что ведь не только заказы для Украины будут таким стимулом. Например, немецкая военная промышленность должна оживиться, за счет заказов для Бундесвера, потому что сейчас же принята очень масштабная программа реформирования Бундесвера на многие миллиарды евро. И поэтому, конечно, это тоже будет своеврязным стимулом для оживления экономики. Я еще раз говорю, ну, есть масса, так сказать, вариантов. Как всегда, в любой экономической стратегии столько всяких ответвлений, что и все сценарии проговорить невозможно. Но вы меня спросили о том, какой главный вызов, и я вот говорю, что мне кажется, что главный вызов, ну, помимо, собственно, войны, как вы сказали, это вот надвигающиеся рецессии. Сейчас очень многие, вот я сегодня слушала такое любопытное интервью Акунина, он говорит о том, что Европа должна понять, что она боится там распада России и связанных с ними ужасных процессов, которые ударят по Европе. и ей кажется, что если закапсулировать там Путина, как Каддафи внутри, да, и всю эту систему, то так будет спокойнее Европе. Вот, но на самом деле так не будет, и чем раньше эта Европа поймет, тем лучше. Вот поэтому вопрос в том, как вы думаете, поняла ли уже эта Европа, или еще не до конца? Я еще раз говорю, опять возьмем, так сказать, старый добрый принцип экономии мышления, да, Бритва Акама. А какое это имеет прикладное значение? Вот тут как раз есть прикладное значение. Если они так понимают, то страх этих процессов должен их там, ускорять процесс оружия, чтобы они нам посылали, понимаете? А, хорошо, вот вам поставили оружие, вы что, так сказать, уберете Путина? Вот вам поставили оружие, сколько вот... Выиграй войну, выиграй войну. И что, это останется? Как под угрозой, он никуда не денется? Путин перестанет быть тем Путином, которым он был до войны. Да, вот это уже будет... Вы расширили его армию за свои границы, точка. А Путин, как бы был, такой и остался. Но только с санкциями. С атомной бомбой. У него же ключевой, так сказать, аргумент, это атомная бомба. Она же никуда не делась. Поэтому, так сказать, дадим вам оружие, не дадим оружие. Вот это, так сказать, потенциальная, так сказать, глобальная, как теперь модно говорит, экзистенциальная угроза для Европы. Она же все равно остается. Она же никуда не делась. Поэтому проблема победы Украины в войне и проблема Путина, они, так сказать, напрямую связаны. Ну, есть много оснований полагать, что проигрыш в войне Путина все-таки будет началом-конца вот этой Путинской войны. А есть много оснований полагать, что так не будет. Ну, понимаете? Тут с вами не соглашусь, но ладно. И еще, знаете... Ну, хорошо, от того, что вы не согласитесь, что поменяется? Ничего не поменяется. Путин имеет достаточно репрессивных органов и, так сказать, сил подавления, чтобы контролировать ситуацию даже в случае поражения. Даже в случае прямого военного поражения он все равно, так сказать, удержит власть в России. И это скорее да, чем нет. Рассчитывать на какой-то всплеск народного, так сказать, восстания там и так далее, и так далее, но это наивно. Мы знаем, что, так сказать, в Белоруссии миллионы людей выходило на улицы, в Каракасе миллионы людей выходили на улицы, а Лукашенко и Мадуро как правили своими странами, так и правили. И уж поверьте, у Путина достаточно ресурсов и желающих молодых людей, которые будут бить этих и стрелять в этих демонстрантах. И когда говорят о том, что молодежь против Путина, извините, а вот эти вот менты, они же тоже молодежь. Поэтому все не так радужно для, как говорится, противников Путина. По всякому случае, во внутреполитической российской повестке. А в какой момент с вашей точки зрения все пошло не так? Во время расстрела Белого дома или еще? Потому что была же надежда, я думаю, что и у вас была в какой-то момент, что все-таки будет демократия, будет другая страна и так далее во времена Ельцина. Ну, это абсолютно, так сказать, ну, это литература. Это то, что я профессионально люблю. Когда случился там точка невозврата? Не знаю. Не знаю. Для меня лично, понимаете, для каждого человека точка невозврата случилась тогда, когда она для него случилась. Для меня это Ходорковский. Вот, когда его арестовали, мне так более-менее все стало ясно. Я еще какое-то время пытался, как говорится, найти свою нишу, там, избирался в Совет Федерации неудачно, там, меня избрали, потом там на меня надавили и заставили уйти, вот, потому что это майка некоторого не устраивала администрацию президента. Но уже с этого момента мне было более-менее все ясно. Мне кажется, что вот арест Миши, он был той точкой, после которого все иллюзии относительно Путина закончились. И его иллюзии относительно самого себя, как демократа, тоже закончились. Мне кажется, что вот этот момент был, так сказать, перехода через Рубикон, который он лично из себя принял это решение. Хотя, конечно, словесно это было оформлено как-то так, что вот, типа, налоговые преступления, а там, где-то там в кулуарах говорили, что вот он, типа, много на себя брал, там пытался контролировать Думу, хотел себя в премьеры Путину навязать и так далее. На ходьбы и хотел. А в чем это проблема-то? Человек хочет стать премьером. Какая проблема? Он предпринимает для этого определенные, так сказать, политические усилия в рамках, в общем, разрешенных тогда правил игры. Почему его нужно сажать за эту тюрьму? Вы ведете дневник, который очень многие читают. Я вижу, он пользуется огромной популярностью. Да, только в Facebook меня не любят. Из четырех последних постов три уже забанят. Это, кстати, отдельная проблема. Я сегодня хотел вам задать этот вопрос, я, пожалуй, вам его задам после того, как поговорим о дневнике. Вот там сотый день, сто десятый, все, я смотрю, там тысячи людей ставят лайки, читают. И, возможно, когда-нибудь вы захотите, чтобы это была книга. Почему вас лично так задевает война в Украине? Ну, я не знаю. А из моих постов видно, что она меня лично задевает. Ну, они очень, ну, как бы там есть боль, там есть боль, там есть эмоции, там есть нерв, ну, вот поэтому... Вот понять, в чем дело, я не могу ответить на этот вопрос. Ну, вот когда вам полотком по пальцу ударят, или вы сами себе ударите, и вам больно, вы можете объяснить, почему вам больно? Больно. Академик Павлов уже объяснил. Я не знаю, почему больно. Больно, я бы напишу. Если бы мне было больно, не писал бы. Вот про Facebook, кстати, очень... Я вчера с Питером Померанцевым обсуждала эту проблему, который специалист, да, по там информационным сферам. Смотрите, старые медиа уходят. Не только, кстати, телеканалы, но там все, что было там, газета и журналы, был недавно скандал с BBC, который связан с принцессой Дианой. Оказалось, там был информационный подлог со стороны уважаемого канала, со стороны уважаемого Сметы, через 27 лет обнаружилось. Но суть не в этом. А суть в том, что какая площадка может нам обеспечить сегодня, когда мы говорим о новых медиа, свободу слова. Facebook может забанить, YouTube может закрыть ваш канал по жалобам многочисленным. Вот напишет какой-нибудь Вася, тракторист, скажет, что вы использовали вот этот шкаф за своей спиной, а этот шкаф ему принадлежит. Ну и так далее. Масяню восстановили, кстати. Что-что? Масяню восстановили. Восстановили такие. Ну и слава Богу, да, я поняла, потому что с ним же тоже была какая-то история. Какую-то не ту фотографию использовал. Вот сегодня все эти площадки частные, то, что мы называем социальные сети, интернет-площадки, они принадлежат каким-то лицам. Надо не в Трампе делать, но вот написал он что-то не то, его пост удалили в этом самом деле. Будет еще кто-то, чьи пост удалят. Как обеспечить? Что в сегодняшнем мире может обеспечить свободу слова? хотя бы свободу высказывания разных людей. Или что достоин счастья и свободы, то каждый день идет за них на бой. Это написал Геоте. И мне к этому нечего добавить. за свободу нужно драться. Она никогда не достается на шару. Прекрасный финал для нашего сегодняшнего интервью. Я благодарю вас за это интервью и надеюсь, что в следующий раз я не буду прям так долго добиваться вас. Спасибо большое. Слава Украине. До свидания. Не роем слава. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова